Детская библиотека номер 9 округа Майская горка представляет Маленькие лукавинки Евгения Пермика Евгений Пермяк умел говорить с ребятами на самые важные темы одновременно и задушевно, просто, непринужденно и серьезно, и с добродушной улыбкой, ставшей примечательной особенностью его рассказов для детей. Небольшие рассказы из сборника «Маленькие лукавинки» обязательно заставят задуматься над тем, для чего нужны руки, как стать большим или как научиться терпению. Для чего руки нужны? Петя с дедушкой большими друзьями были, обо всем разговаривали. Спросил как-то дедушка внука. А для чего, Петенька, людям руки нужны? Чтобы в мячик играть, ответил Петя. А еще для чего, спросил дед. Чтобы ложку держать. А еще? Чтобы кошку гладить. А еще? Чтобы камешки в речку бросать. Весь вечер отвечал Петя дедушке. Правильно отвечал. Только по своим рукам обо всех других судил. А не по маминым, не по папиным, не по трудовым рабочим рукам, которыми вся жизнь, весь белый свет держится. История о том, как девочка Маша хотела стать большой. И как она это сделала? Маленькая Маша очень хотела вырасти. Очень-очень. А как это сделать, она не знала. Все перепробовала. И в маминых туфлях ходила. И в бабушкином капоте сидела. И прическу, как у тети Кати, делала. И бусы примеряла. И часы на руку надевала. Ничего не получалось. Только смеялись над ней, да подшучивали. Один раз как-то Маша вздумала пол подметать. И подмела, да так хорошо подмела, что даже мама удивилась. Машенька, да неужели ты у нас большая становишься? А когда Маша чисто-начисто вымыла посуду, да сухо-насухо вытерла ее, тогда не только мама, но и отец удивился. Удивился и при всех за столом сказал. Мы не заметили, как у нас Мария выросла. Не только пол метет, но и посуду моет. Теперь все маленькую Машу называют большой. И она себя взрослой чувствует. Хотя и ходит в своих крошечных туфельках и в коротеньком платьице. Без прически, без бус, без часов. Не они, видно, маленьких большими делают. Как Миша хотел маму перехитрить. Рассказ о мальчике Мише, который не хотел признаваться в том, что сломал велосипед и разорвал рубашку. Пришла Мишина мама после работы домой и руками всплеснула. Как же это ты, Мишенька, сумел у велосипеда колесо отломать? Оно, мама, само сломалось. А почему у тебя, Мишенька, рубашка разорвана? Она, мамочка, сама разорвалась. А куда твой второй башмак делся? Где ты его потерял? Он, мама, сам куда-то потерялся. Тогда Мишина мама сказала. Какие они все нехорошие. Их негодников нужно проучить. А как? Спросил Миша. Очень просто, ответила мама. Если они научились сами ломаться, сами разрываться и сами теряться, пусть научатся сами чиниться, сами зашиваться, сами находиться. А мы с тобой, Миша, дома посидим и подождем, когда они это все сделают. Сел Миша у сломанного велосипеда в разорванной рубашке, без башмака и крепко задумался. Видимо, было над чем задуматься этому мальчику. Ах! Рассказ про девочку, которая ничего не умела делать. Ничего Надя делать не умела. Бабушка Надю одевала, обувала, умывала, причесывала. Мама Надю из чашечки поила, с ложечки кормила, спать укладывала, убаюкивала. Прослышала Надя про детский сад. Весело там подружки играют, танцуют, поют, сказки слушают. Хорошо детям в детском саду. И Наденьке было бы там хорошо. Да только не взяли ее туда, не приняли. Ах! Заплакала Надя, заплакала мама, заплакала бабушка. Почему вы Наденьку в детский сад не приняли? А в детском саду говорят, Да как мы ее примем, когда она ничего не умеет делать? Ах! Спохватилась бабушка, спохватилась мама, и Надя спохватилась. Стала Надя сама одеваться, сама обуваться, умываться, есть, пить, причесываться, спать, укладываться. Как узнали об этом в детском саду, сами за Надей пришли. Пришли и увели ее в детский сад, одетую, обутую, умытую и причесанную. Ах! Торопливый ножик. Короткий рассказ о том, как папа научил Митю аккуратности. Строгал Митя палочку, строгал да бросил. Косая палочка получилась, неровная, некрасивая. Как же это так? спрашивает Митю отец. Ножик плохой, отвечает Митя, косо строгает. Да нет, говорит отец, ножик хороший, он только торопливый, его нужно терпенью выучить. А как? спрашивает Митя. А вот так, сказал отец. Взял палочку, да принялся ее строгать потихонечку, полегонечку, осторожно. Понял Митя, как нужно ножик терпенью учить. И тоже стал строгать потихонечку, полегонечку, осторожно. Долго торопливый ножик не хотел слушаться. Торопился. То в кривь, то в кость норовил вильнуть. Да не вышло. Заставил его Митя терпеливым быть. Хорошо стал строгать ножик. Ровно, красиво, послушно. Самое страшное. Поучительный рассказ о том, что может случиться с тем, кто всех обижает. Вова рос крепким и сильным мальчиком. Все боялись его. Да и как не бояться такого? Товарищей он бил. В девочек из рогатки стрелял. Взрослым рожи строил. Собаке Пушку на хвост наступал. Коту Мурзею усы выдергивал. Колючего ежика под шкаф загонял. Даже своей бабушке грубил. Никого не боялся Вова. Ничего ему страшно не было. И этим он очень гордился. Гордился? Да недолго. Настал такой день, когда мальчики не захотели с ним играть. Оставили его и все. Он к девочкам побежал. Но и девочки, даже самые добрые, тоже от него отвернулись. Кинулся. Кинулся тогда Вова к Пушку. А тот на улицу убежал. Хотел Вова с котом Мурзеем поиграть. А кот на шкаф забрался и недобрым зеленым глазом на мальчика смотрит. Сердится. Решил Вова из-под шкафа ежика выманить. Куда там? Ежик давно в другой дом жить перебрался. Подошел было Вова к бабушке. Обиженная бабушка даже глаз не подняла на внука. Сидит старенькая в уголке. Чулок вяжет да слезинки утирает. Наступило самое страшное из самого страшного, какое только бывает на свете. Вова остался один. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...